Праздник Собирай в едино голоса Этот праздник Встреча с доброй песней Песней, наполняющей Херца АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дорогий коллектив, женский академический хор ДК Академии отпразднует в этом году свой 35-летний юбилей Участники хора, жители Академгородка и сотрудники исследовательских институтов Многие из которых состоят в коллективе со дня основания Руководство коллективами осуществлялось многими заслуженных деятелями искусств Долиной Носковой, Ларисой Полюковой, Ириной Показаневой, Ириной Пшеничных, Альбиной Гуслаевой, Анной Юдиной Концертмейстеры Марина Трофимова, Наталья Тарасова, Любовь Андреева, Ольга Евтихова Каждый из которых внесли свой неоценимый вклад в развитие вокальных умений участников Сегодня коллективом руководит Стрельцова Софья Борисова Применяя в своей работе элементы фоналитической и ткательной гимнастики, дикционных актерских тренингов Ежегодно пор выступает на различных новосибирских площадках Является мемориантом всероссийских и международных конкурсов Участвует в проектах совместно с другими творческими коллективами на детском городке Готовит тематические программы, впечатляя слушателей разнообразие репертуара И оригинальностью аранжировок как классической, так и современной музыки Женский академический хор также стал основой для нового новаторского проекта Сводный хор Академа КПО, соединившим в себе все поколения жителей Академгородка от 8 до 85 лет Мы живем в судьбой нескоря Переживаем за страну По словам о реке, балкали на море, кофе В нашем коллективе мы рады видеть каждого, кто хочет реализовать свой творческий потенциал Готов трудиться, звучать на весь мир, чувствовать себя молодым, бодрым, открытым для всего нового Академия АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Добрый день, уважаемые гости, настоящие ценители музыки, академического пения и доподлинного хорового исполнения. Сегодня мы все приглашены на юбилей удивительного и разнообразного во всех отношениях коллектива женского академического хора. Им сегодня 35! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ПУТЕШЕСТВАТЬ БЫТЬ СИЛЬНЫМ И ЧУВСТВАТЬ ПЛЕЧОК КОЛЛЕГИ Это возможность доверять себе и тем, кто в едином порыве стремится найти в своей жизни простор для творчества. Это личный рост, из которого вырастает величие и профессионализм коллектива. Это общая самоотверженность и вера в целое, что делает из служения настоящий подвиг. Хор – это образ жизни. Так говорит о своем детище ныне руководитель хора Софья Борисовна Стрельцова. АПЛОДИСМЕНТЫ Такая жизнь делает мир поющим. А все вы знаете, что песня «И строить и жить» помогает. Кстати, в этом году наш ансамбль посетил 18-й международный конкурс хоровых коллективов и вокальных ансамблей «Поющий мир», который проходил в Санкт-Петербурге. Где получил высокую награду, Санкт-Петербург принял и оценил наш хор. И в честь этой бессмертной дружбы звучит следующая композиция – «Бессмертный Ленинград». «Бессмертный Ленинград» «И отстояли навсегда в бессмертной Ленинград». Живи, священный город, Живи, бессмертный город, Великий воин город, Любимый наш Ленинград. «Бессмертный Ленинград». «Бессмертный Ленинград». «Бессмертный Ленинград». «Бессмертный Ленинград». «Бессмертный Ленинград». «Бессмертный Ленинград». В стилах дома культуры Академия зарождалось и находилось в своем звучании многие уникальные коллективы. Камерный симфонический оркестр, студия академического вокала, оркестр русских народных инструментов и, конечно же, женский академический хор. Это и понятно, ведь Академгородок – уникальное место, наполненное свободой творческой идеей мыслящего человека. Среди других коллективов дома культуры хор – молодой коллектив. Многие из тех, кто тогда приходил на первые репетиции, закладывал традиции нового коллектива, ходят на занятия. И поныне это легко подтвердит директор дома культуры Академии Спицына Ирина Владимировна. Уважаемая Софья Борисовна, принимайте свои первые поздравления, аплодисментами встречаем директора дома культуры самые, наверное, трепетные слова, скажет именно она. Здравствуйте, дорогие зрители! Здравствуйте, мои замечательные хористы! Мне сегодня наиболее трепетно поздравлять именно этот коллектив, потому что когда-то в далекие 80-е, в конце 80-х, я была сама участницей этого хора, вместе вот с Лидией Ивановной. В то время в Академгородок пришла очень активная хормистер Галина Носкова с большими идеями, с хорошими организаторскими способностями. Пели мы огромный такой репертуар классика, народный, выступали на различных фестивалях и в консерватории. То есть Галина Анатольевна в прошлом собрала коллектив смешанный. 20, наверное, человек, было только мужчин и 30 женщин. Представляете, какой мощный состав был Академгородка. Многие мужчины сейчас поют даже в нашем хоре у Киселева. Поэтому хоровое творчество всегда было в Академгородке, и оно продолжает развиваться. Вот сейчас в руках тоже достаточно симпатичный, такой красивый, стройный нашей Софьи Борисовны, которая очень любит современные формы. И сейчас вы увидите всё её творение на сегодняшней сцене. Поэтому, Софья Борисовна и дорогие мои хористы, творчество вам, успехов, самое главное – здоровья. И, конечно же, мира нам всем над нашей головой. Радим. Я так. Это даже уместно. Дорогая Ирина Владимировна. Вот прям дорогая Ирина Владимировна. Я приехала 7 лет назад в Барнаул, из Барнаула в Новосибирск вернулась. И это ваше предложение от ДК Академия возглавить хор. Это для меня было первой ласточкой к тому, чтобы начать разворачиваться, крылья разворачивать. Я бесконечно вам благодарна. Бесконечно восхищаюсь вашей энергией и силой. И очень благодарна за то, что ДК Академия – это не просто дом культуры, это дом для всех людей, для всех, кому нужно творчество, для всех, кому нужно тепло, для всех, кому нужно на сцену выходить, реализоваться. Это потрясающе, это огромный труд. Я бесконечно благодарна вам и преклоняюсь перед вами за это. Спасибо. Дорогие друзья, наша сегодняшняя встреча посвящена знаменательному событию в жизни нашего хора. Как вы все уже поняли и знаете, это 35-летний юбилей. Юбилей – это лучшая причина, чтобы всех собрать вместе, встретить старых друзей, вспомнить старый репертуар, похвастаться новым, совместные поездки обсудить и обговорить, поговорить о сегодняшнем дне и даже заглянуть в будущее. Но все же главное на юбилее – это поздравления, добрые пожелания и приятные встречи. Поэтому сейчас я предоставляю слово тем, кто пришел специально, чтобы сказать теплые слова в адрес нашего коллектива. Я приглашаю на сцену Костину Ольгу Алексеевну, помощника главы администрации Советского района. Дорогие девчата, можно так сейчас вас назвать? Спасибо огромное за ваше творчество, за то, что вы молоды, красивы. Сегодня вы улыбаетесь, сегодня вы нарядны и принимаете, конечно же, поздравления. Я хочу сказать, что это праздник для всего Академгородка, для всего Советского района, потому что наши люди творческие, они музыкальные, они вдохновляющиеся каждым новым. И вот я посмотрела, что, оказывается, в Академгородке очень любят петь. А искусство пения – это искусство, которое дарит радость, оно дарит любовь, оно открывает глаза на всё новое, которое можно увидеть и которым можно восхититься. Поэтому я очень благодарю вас за то, что вы несёте это искусство и творчество нашим жителям Советского района. И не только Советского района. Я надеюсь, что это искусство знают за пределами нашего даже города Новосибирска. От имени главы администрации я хочу вам вручить благодарственное письмо с замечательными словами. Коллективу женского академического хора Дома культуры Академии. Благодарственное письмо за пропаганду хорового искусства. Высокий художественный уровень исполнительского мастерства. За активную общественную культурную деятельность и в связи с 35-летием основания коллектива. Вся администрация от души поздравляет ваш коллектив и желает, конечно же, новых творческих успехов, неиссякаемой энергии, мои дорогие, и отзывчивых, благодарных зрителей. Пусть всегда вам сопутствует удача, энтузиазм и признание. Огромное вам спасибо и дальнейших успехов. Большое спасибо за такие чудесные, волшебные слова, которые хочется, чтобы все-все реализовались. Юбилей. Сегодня это слово для каждого из нас окрашено особой теплотой и искренностью. Ведь в нашем зале так много почетных гостей, среди которых особое место занимают ветераны коллектива. Те, кто был у его истоков и внес значительный вклад в его становление. Многие из них и по сию пору продолжают петь в любимом хоре. Другие, хоть и по разным причинам, не посещают занятия хора, но по-прежнему интересуются его творческой жизнью. Не пропуская, наверное, ни одного концерта и ни одного значимого события. Они и сейчас с нами. И мы приглашаем на эту сцену Бессонову Светлану Евгеньевну, председателя Культурно-массовой комиссии Общественной организации ветеранов-пенсионеров войны, труда, военной службы и правоохранительных органов Советского района. Дорогие, я вас поздравляю с вашей юбилейной датой. Желаю вам огромного счастья, семейного и также творческих успехов. И от Совета ветеранов я принесла небольшие поздравления вам. Благодарственное письмо для... Катя, зачитаешь, да? Благодарственное письмо награждаются в честь 35-летия Народного коллектива Дома культуры Академии Женский академический хор, руководитель Стрельцова Софья Борисовна. За многолетнее сотрудничество и концертные выступления на мероприятиях, проводимых в районе и городе Новосибирске. Желаем вам яркой, насыщенной деятельности, новых творческих идей и свершений. Председатель районной ветеранской организации Валерий Евгеньевич Лебанюк. Аплодисменты Софье Борисовне. Также за многолетнее сотрудничество и концертное выступление награждается Литвинцева Анна Петровна. Мы просим на сцену Мельнику Валентину Егоровну. Она уже на сцене поет, а теперь получает награду от Светланы Евгеньевны Бестонов. Мы приглашаем в Югову Ольгу Михайловну. Софья Борисовна, примите, передайте. Мы приглашаем Сукаян Марину Александровну. Спасибо за работу в хоре Днепропетровской Татьяне Борисовне. Приглашаем для награды Потемкину Лидию Ивановну. АПЛОДИСМЕНТЫ Большое спасибо нашему хору. Сейчас время для поздравления. Я вас прошу занять свои места в зрительном зале. Это, конечно, не последний выход хора. И под ваши аплодисменты, под ваши яркие, благодарные аплодисменты мы провожаем хор занять свои места и послушать поздравления в свою честь. Коллектив женского академического хора много выступает и не только в родном Доме культуры Академии, но и на разных площадках района и города. Выезжает в соседние города на конкурсы и интересные праздники, везде встречая благодарную публику. И, конечно, после таких теплых встреч в разных уголках страны остаются друзья и надежные знакомые. Уметь дружить, быть готовым прийти на помощь – вот настоящее достоинство хора. Именно поэтому сегодня на этой сцене появится много творческих людей, настоящих звезд Академгородка. Хор является частым гостем различных мероприятий Дома ученых, сотрудничества с Домом ученых. Это и концертные программы, и очень интересные совместные проекты. Это просто настоящая любовь. И в подтверждение моих слов, под ваши аплодисменты, мы приглашаем участника и победителя новосибирских и всероссийских музыкальных проектов, победителя телевизионного проекта «Ордынка-2014», арт-менеджера Дома ученых Алину Луговскую. Встречайте прекрасную певицу со своим поздравлением. Здравствуйте, дорогие друзья. Мне очень приятно, что у меня есть возможность поздравить этот прекрасный коллектив и очутиться сегодня на этой сцене. Благодарность от администрации Дома ученых к хору ДК Академия в связи с 35-летием. Дорогие друзья, поздравляем вас с 35-летним ювелеем. Выражаем искреннюю признательность за участие в музыкальных тематических программах Дома ученых. Благодарим за теплое и дружеское отношение и надеемся на дальнейшее сотрудничество. Желаем хору и его участникам благополучия и процветания, а также крепчайшего здоровья и творческих успехов. От всей души вас поздравляем. Семечка, да, конечно, прекрасному руководителю Софии Стрельцовой особая благодарность. И у меня есть музыкальный подарок для всех вас с пожеланиями мирного неба над головой. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Но сегодня мы приглашаем на сцену коренного жителя Чубченко Светлану Владимировну, руководителя клуба Истоки. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Вот по ходатайству нашей организации «Истоки» имя Потемкина Лидии Ивановны занесено в Книгу почета общественная ордена маршала Жукова Организации ветеранов-пенсионеров Советского района города Новосибирска. Вручаю. Спасибо вам, что вы появились у нас в нашем Советском районе, возглавили этот хор, который нас бесконечно радует. Обновился репертуар и петь стали. Вот правда, вы знаете, правда, спеть стали лучше, хорошо, звучно, молодцы. Большое спасибо, Светлана Владимировна, за ваши добрые слова. Спасибо вам. Академгородок со дня своего основания славится своими творческими коллективами, своим тяготением к высокому академическому искусству. И тем приятнее объявить мне для вас следующего гостя. Его знают все, ведь сколько лет университету, столько лет и этому коллективу, хору. Встречайте на нашей сцене академический хор выпускников НГУ, ныне народный коллектив, академический хор Ах Академ, художественный руководитель и дирижер Елена Гайворонская. Этот хор неоднократно вместе с Софьей Борисовной, с хором, нашим женским академическим, участвует в конкурсах, делит сцену на сегодня, я думаю. Для вас будет настоящим сюрпризом их поздравление и небольшое интересное пение, которое приготовили для вас эти два коллектива. Встречаем аплодисментами! Хор Ах Академ! Сегодня для вас прозвучит сибирская народная песня в обработке Владимира Минина «Ой, камышах, лебедушка». Елена Гайворонская, руководитель и дирижер Академического хора. Ах Академия Минина «Ой, камыша, лебедушка. Жанна Гайворонская, руководитель и дирижер Академия «Ой, камышах, лебедушка», ПЕСНЯ 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 Названия у вас нет, да? Пока ДК Академия, да. Очень выросли вы за последнее время и очень приятно слушать вас. Также мы подружились на фестивале в Санкт-Петербурге «Поющий мир» и были очень тронуты тем, как вы за нас переживали, болели и поддерживали на всех концертах. И продолжаете сейчас нас поддерживать своими аплодисментами. Очень вам благодарны, спасибо. Поэтому желаем вам крепчайшего здоровья каждому участнику. Возможно, пополнение будет в вашем хоре, это тоже всегда хорошо. То есть вы своим пением привлечете, если еще певцов, будет просто замечательно. Сонечка, ты действительно неиссякаемый источник энергии. Поэтому желаю тебе продолжать в таком же ключе. Тоже тебе крепкого здоровья, энергии, чтобы у тебя все было хорошо и чтобы коллективов еще было больше. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 И мы продолжаем. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА ищут новое звучание. Эти аплодисменты, этими аплодисментами мы провожаем оркестр русских народных инструментов. Надеемся на скорую встречу. А теперь есть такое небольшое желание познакомиться чуть поближе с хором. Хор 35 лет сегодня исполняется этому замечательному коллективу. Для человека это время зрелости, а для коллектива это целая жизнь, наполненная событиями и перспективами. И сейчас давайте, вот хотелось бы спросить все-таки, сколько лет вы занимаетесь в хоре? Сколько? Скажите. Так, давайте я. Ага. Семь. Тридцать пять. Тридцать пять лет. Ну, три. Вот. Сезон Владимирова, как можно ходить два раза в неделю? Вы не пропускаете занятия в хоре? Раньше не пропускала, а сейчас осторожно. Хорошо. Скажите, сколько еще? Кто-нибудь еще, да? Сколько занимаетесь в хоре? Двадцать лет. Ага. Вы сколько занимаетесь? Пять. Тридцать пять. Тридцать пять. Вот, с удовольствием, с удовольствием. Двадцать лет. Один год. Один год. Ну, отличное начало. Просто замечательно. Замечательно. Скажите так. Так, я вот еще сюда, давайте. Ага. А вы сколько занимаетесь? Пять. Десять. Пять. Семь. Десять. Три. Десять. Отлично. Вот, представляете, люди занимаются и ходят сюда, несмотря на то, что иногда нет времени, иногда что-то вот трудно. Скажите, а вот вы, вы занимаетесь десять лет, а как вас зовут? Марина. Марина. Очень приятно. А скажите, пожалуйста, можете вы чуть-чуть вот, да, к нам выйти сюда? Позвольте, выйдите сюда, к микрофону, пожалуйста. Марина. А вот, скажите, а как дети ваши относятся к тому, что вы вот ходите в хор, десять лет, тратите времени, непонятно на что просто? Они очень хорошо понимают, на что я потрачу время, что это время дает мне здоровье, что это здоровье отдаю им я. Отлично. А скажите, а дети вообще понимают ваше увлечение, разделяют его? Конечно. Моя дочь тоже поет в хоре Софьи Борисовны. У Софьи Борисовны здесь в хоре? Здесь, ага. Она поет в Мамус Академус, она поет ровно всем и в нашем, в общем, хоре тоже. Молодец. Под ваши аплодисменты, прочим, дочку. Ну, выходите сюда, пожалуйста, выходите. Скромная. Как вас зовут? Ираида. Вы давно в хоре поете? Четыре года. Четыре года. А сколько вам лет, извините? Не говорите. Вам восемнадцать, не надо. А вот скажите, у вас есть дети? Да. Так, у вас, и как вот ваши дети относятся к хору? Они говорят, что, ну, чем мама занимается, непонятно. Мои дети тоже ходят в хор. Ваши дети, ваши дети тоже ходят в хор? Куда-то в детский, наверное, в хор, да, в школе? Нет, тоже к Софье. Тоже к Софье Борисовне? Так, а где ваша дочка? Я просто не знаю, где ее. Полина. Полина, выходи. Полина, здравствуй. Ты тоже ходишь в хор? А скажи, пожалуйста, тебе интересно в хоре заниматься? А что? У меня здесь все друзья. У тебя здесь все друзья, и мама, и бабушка, и все присмотрят за тобой, да, я так понимаю? Тебе хорошо, удобно. Это замечательно. Большое спасибо вам. Представляете, в хоре находится место всем поколениям. Ведь это же просто, это, это просто хоровой праздник какой-то. Вот так, наверное, родился коллектив Эники и Беники. И мы рады, что они здесь присутствуют на нашей сцене, что они также входят в состав хора. И думаю, что это стало настоящим началом весны. И мы рады, что они здесь присутствуют на нашей сцене. И мы рады, что они здесь присутствуют на нашей сцене. ПЕСНЯ 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 Новый год, удачный гублет, Первый рекорд и последний билет. Новый год, новый выход на весен, Новый грот, новый взлет. Новый год, новый, новый, новый вопрос, Новый ответ, новое да, новое нет. Новый обмор, новый сюрприз, новый роман. Новый год, новый, новое да, новое да, новое да. Народная будрость России, Костер, зажженный на вершине горы, Не согреет тех, кто у ее подножия. И счастье наше, что есть среди нас те, Кто разводит свой огонь так, Чтобы люди могли у него согреться. Благодаря таким людям родился и живет наш хор. А мы просим на сцену еще одного гостя. Я думаю, что как раз самое время всему сводному хору посвятить свои слова. Огромное вам спасибо за то, что вы есть, за то, что вы нас радуете, за ваше мужество, а я не боюсь этого слова, за вашу искренность, открытость, за вашу самоотверженность. Спасибо вам большое и с днем рождения. Светлана Калезина. Большое спасибо за ваши теплые слова, большое спасибо, что нашли время. А сюда на сцену мы приглашаем для нового финального проекта, который родится прямо здесь и прямо сейчас. Образдовый коллектив, вокальная студия «Ступеньки к звездам» Центра детского творчества Советского района и вокальную студию «Миллион голосов» Новосибирского государственного университета. Песня «Миллион голосов». Как говорит сама Софья Борисовна, хор — это ни с чем не сравнимое чувство единения. Музыкой, красотой, силой, песней. Возможно, каждая маленькая капелька хора не осознает важность каждой единицы. Но сегодня-то мы знаем, что каждый человек важен в хоре, в большом хоре, в грандиозном хоре. И пусть этого хора будет миллион голосов. Эта песня уже звучала благодаря Павлу Николаевичу, но сегодня, я думаю, хорошую песню и хорошее видео можно посмотреть и еще раз. В живом исполнении сводного хора из трех коллективов Советского района звучит песня «Миллион голосов». Люди так не похожи, разные их пути. Но ты пришел в этот мир не один. Люди ведь знать не могут, что ждет их перейти. Ты пришел в этот мир не один. И когда мы ищем отверстие, поднимая взгляд в небеса, слышит он голосов. Это любовь и нам, ищет на земле любовь, О-о-о-о, москрии, о-о-о-о. Да, ведь дело в берегах, Веришь, что найдет любовь, О-о-о-о, москрии, о-о-о-о. Ты не опустишь руки, Ты не сойдешь в пути, Ты пришел в этот мир не один. И когда мы ищем отверстие, Поднимая взгляд в небеса, Слышит он голосов. Ты не опустишь руки, Ищет на земле любовь, О-о-о-о, москрии, о-о-о-о. И когда мы ищем отверстие, Поднимая взгляд в небеса, Слышит он голосов. О-о-о-о, москрии, о-о-о, москрии, о-о-о-о. Люди, кто, ищет на земле любовь, О-о-о-о, москрии, о-о-о, москрии, о-о-о-о. Ни один, ни один, о-о-о, москрии, о-о-о-о, москрии, о-о-о-о. Что желают хору в день рождения? Мнений двух о том, конечно, нет. Звонких голосов, их докровения, Новых достижений и побед, Чтобы по пути всегда светило Творческого света полоса, Чтоб звучали вечно молодые, Крепким хором наши голоса. И пусть этот миллион Соединяется только на поле хора, На поле творчества. С праздником, дорогой коллектив, С праздником, замечательные гости, С праздником, дорогие зрители! Дорогие зрители, мы напоминаем, Что каждые выходные В нашем теплом Доме культуры Проходят замечательные праздники. И в следующие выходные, 16 октября, Наш Дом культуры встретит Городской духовой оркестр. Следите за опишем И обязательно приходите на концерт. Весь октябрь Дом культуры Академии Работает для вас! И мы поздравляем, Все еще поздравляем и всегда будем поздравлять Замечательных артистов Женского Академического хора. Их творчество по праву прекрасно. Спасибо вам за то, что вы есть. Спасибо, что вы так самоотверженно трудитесь. Вы, как говорит Софья Борисовна, Вы крутые, да? Вы крутые! Спасибо большое за такое теплое приветствие. Большое спасибо коллективам. До новых волнующих встреч.